Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я очень рада с вами познакомиться с два очка. Волосы мы все слышали, а вот видите, у меня есть первый раз. Ну и как? Сильно мы равны? Значит, сегодня у меня интересная, выхваченная в интернете, очень интересная подборочка. На одной из актерских баз выставили список самых страшных и самых бесталанных актеров прошлого года. Но они не столько страшные, а сколько бесталантные. Таланта нуль, по их мнению. Моё имхо с их мнением не всегда совпадает. А вот, значит, начнем снизу. Значит, пятнадцатым номером, их целых пятнадцать человек, учтите. Пятнадцатым номером у нас идет Дэнни Трэхо. Помните, нет, красавец-мужчина, а когда у него в руках мачете, это он же не говоря. Четырнадцатым номером у нас идет Мэтью Лилла. А актер, который озвучивал Куби-Бук. Я не помню, где он что больше играл, честно вам, как я. Тринадцатым номером почему-то... А. Номер несчастливый. Б. По-моему, не соответствует. Почему-то выбран Арнольд Шварценеггер. Вроде бы последний фильм был очень-очень хорош. Разве что ему просто мы отомстили по поводу его губернаторства. Даже не могу, не знаю вам, что сказать. Я не согласна с этим пунктом. Но это я. Вот. Двенадцатый номер у нас Люк Перри. Он снимался в пятом элементе, кажется, в массы. Ничего сказать не могу, напрочь не помню джентльмена. Одиннадцатый номер, знаменитый, темно-кожий актер Айс Ти. Первый раз я его видела в Джоне в немомнике. Владимир был хороший. Дальше, видно, съехал. Вот. Потом у нас идет Кевин Сорбу. Помните, какой-то фирменец такой. Ох, мужчина, бегал. Вот. Последний его, насколько я видела, последний фильм, знакомство со спарстанцами, был невероятно классный. Я так, по-моему, в жизни не смеялась, как смеялась тогда. Вот. Поэтому не знаю, почему он в этом списке. Опять же, мое мнение с их мнением не захватало. Я бы его отсюда видела. Девятый номер, и вполне законно, одержит Эштон Кютчер. Это самый Кютчер, который, это эти бабочки, которые муж Дэми Мур, и которые почти друг первого мужа Дэми Мур. Больше, кстати, у него талантливый язык. Восьмой номер это Майкл Рукер. Он играл плохиша в стололазии. Ну, ничего. Главное достоинство, что там слайд снимался. Сильвестер, Талон. Дальше седьмым номером у нас идет Майкл Майерс. Майк Майерс. Помните, такого Остин Пауэр, который вот нас небеса обладает. Очень понравился. На шестом номере Кастер Ван Диен. С этим делом я согласна. Я бы его вообще на первое место поставила. Во, ничемушник. Бывший красавец, бывший актер на первых ролях спустился в Майкл Лентусе. Ну, да бог с ним. Дальше у нас идет Жан-код Ван Дам. Подпольная кличка в интернете к Дам. Лучше как Дам, говорит. Ну вот. Они не нашли ничего лучшего, как вспомнить его фильм двойной эффект, что ли. Про братец-гузнецов. Четвертый номер это Долг Лунгер. Дюкень. Ах, один фильм. В молодости это было ничего. Сейчас это сперва. Вот. Третий номер, опять-таки я с этим делом не согласна. Это Кристофер Ландер. Почему-то они вспомнили только смертельную битву Мортал Хамбард. Ну, 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 у него там проходная роль была, что он там мог сделать. На втором месте сидит Эдди Мерфи. Луч. Не ожидала. Не ожидала. Эдди Мерфи неплохой актер, а еще лучше Стендерпис. А, вот. И первое место держит удивительный Тивен Сегал. Ну, не место ему в кино. Ну, вот это мое мнение. Не ловки, но не место. Отыграл пару фильмов, иди дальше. Иди тренируй. Людей, которых надо тренировать. Вот. Если вообще он что-то умеет, а то иногда с его габаритами не выглядит человек, способный много в пола порвать. Ну, да, это опять-таки мое мнение. Вот. Вот это вот у него первое чемпионское место. Все, что я на сегодня хотела сказать и рассказать для первого знакомства. Мне этот опыт крайне интересен. Мне интересно. Я не знаю, как вам. Ну, я думаю, что вы комментарии оставите. Шляпу у меня для имиджа. Снимать не буду. Мне так нравится. Ну, что ж,